Ежедневно творческие кружки Центра детского творчества при Окске посещают сотни ребят. Причем занимаются в творческих объединениях дети не только из одноименного микрорайона, но и из других спальных кварталов Московского района. Центр работает уже более 40 лет. Менялись названия, педагоги, но неизменным оставалась цель – привить маленьким ребятам желание творчески развиваться. Сейчас, по словам директора Светланы Орловой, дети могут посещать более 50 различных кружков. Востребованы вообще все объединения, потому что дети хотят заниматься, проявлять свой талант и посещают не одно объединение. Это хореографическая студия «Прекрасные мгновения», ансамбль эстрадного танца «Эксэс», ансамбль народного танца «Лель» и за студии. Ребята активно участвуют в творческих фестивалях, причем нередко привозят оттуда высшие награды, как, например, театр мод «Жар птица». То, что мы исполняем своими руками, мы показываем на разных конкурсах, на разных городах. Это Питер, Москва, Сочи ездили в том году. Но в основном мы занимаем в этих городах первые места. У нас такой хороший театр моды, мы успешны в этом, мы любим свое дело, наверное, поэтому у нас успех. Еще для ребят работает театр «Студия Овация», где с детьми даже еще раннего школьного возраста проводят сценические упражнения, актерское мастерство. Ну а тем, кто постарше, помогают подготовиться к поступлению в актерский вуз. Центр детского творчества «Прекрасные мгновения» славится и своими вокальными объединениями. Здесь ребята учатся как классическому, так и фольклорному пению. Также известны и популярны среди родителей хореографические студии. В общем, здесь созданы все необходимые условия для занятий музыкой, рисованием, вокалом, народным творчеством и даже спортом. Родители детей говорят, что такие учреждения дополнительного образования необходимы именно по месту жительства, то есть в так называемой шаговой доступности. «Во-первых, мы живем здесь рядом, очень удобно, это однозначно. Во-вторых, тоже очень много направлений по разным видам деятельности. У меня ребенок посещает и как театральную студию, то есть художественное направление, так и эстетическую, занимается английским языком». Всего посещает Центр детского творчества «Прекраски» более трех с половиной тысяч ребятишек. Занятия в Центре бесплатные, а потому и такие популярные. «Все хотят родителей, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, раскрылись у него таланты, он проявил свои способности. Поэтому, конечно же, не хватает помещения, спрос большой. И большой идет именно, дети, я уже говорила, приходят именно с дошкольников и остаются здесь, проходят все ступени, выпускаются от нас уже взрослыми. Поэтому вот в спальных районах хочется, чтобы учреждения были в шаговой доступности для посещения детей, чтобы родители смогли отправлять детей одних в это учреждение. И безбоязненно знать, где находится их ребенок». 12 октября в актовом зале 52-й школы-лицея будет обсуждаться проект строительства нового детского центра между микрорайонами «Прекраски» и «Конищево». Его готова построить для города «Северная компания». Планируется, что так же, как и Центр детского творчества «Прекраски», он сможет принять три с половиной тысячи ребят. Быть или не быть детскому учреждению, определить это предлагается самим рязанцам. Потому от их активности на предстоящих слушаниях будет зависеть многое.